Добрый вечер, друзья! Рад вас всех приветствовать на моем прямом эфире. Сегодня я проведу его не один, а с Евгением Камбловым. Сейчас я его представлю, когда он присоединится. Давайте проверим, как сегодня меня слышно, видно. Напишите, из какого города. Сдали сегодняшний эфир, потому что он был анонсирован. Добрый вечер всем! Здравствуйте! Друзья, давайте протестим, как сегодня слышно, видно. Волгоград, вижу. Рига, Москва. У нас все больше и больше, это здорово. Варшава, Донецк. Какая широкая география. Весь день вас переслушала. Видимо, такая мощная потребность для того, чтобы поменять то, что есть сейчас, или вы почувствуете, что вам не хватает энергетики и информации, поэтому начали этим активно загружаться. Бывает такое, да. Это здорово, хорошо слышно. Спасибо большое за обратную связь. Сегодня я буду вести прямой эфир не один, как я сказал в самом начале, а с Евгением Камбловым. Кто он и что он, я думаю, что он сам о себе хорошо расскажет, когда я его присоединю. Так, да, смотрю, уже запрос от него есть. Друзья, настройтесь на интересный диалог. У нас нет жесткого сценария. У нас просто есть огромное желание поговорить о жизни, об изменении. Да, Жень, вижу. Сейчас я тебя подключу. Так, все. Женя отправился. Сегодня будем говорить о том, есть ли жизнь после института психосоматики. Евгений, добрый вечер. Как слышно, видно хорошо. Да, прекрасно. Ты где сейчас? У тебя какой-то интересный бит сзади. Что это такое, Жень? Это наша мастерская. Здорово. Здесь еще не один остался, даже некоторые еще ребята здесь сидят до сих пор, работают над новыми проектами. Здорово. Жень, расскажи о себе. Не все знают, мои подписчики, кто-то такой. У нас много новых людей. Я пришел посмотреть статистику аккаунта. Какая-то часть людей отписывается, каждый день человек по 200, какая-то приписывается заново. И каждый день идет обновление подписчиков. Это прекрасно. Кому не актуально тот уходит, кому очень актуально тот приходит. И так живет. Давайте я немножко расскажу про себя. Меня зовут Евгений Коблов. Мне уже скоро будет 36 лет. У меня день рождения буквально через две недели. Так что подписывайтесь, поздравляйте. Я работаю предначально архитектором. Я на него долго учился. И буквально полгода назад еще закончил институт Артема Толконина, институт психосоматики, который лично мне, конечно, очень вдохновил. Я вообще архитектором работаю очень давно. У меня первый объект реализован в 2010 году. Это уже реализованный. Двенадцать лет получается, да, Жень? Чуть больше, потому что это уже реализованный. Первое время ты очертил, делал 3D-шки, но было под мастерьем. Зазов по чиналу. Ну, конечно, конечно. Это группа про первый реализованный. Я пытался почитать и боюсь обмануть аудиторию. Количество. Да, да, да. Количество лет. Долговато я работаю. Как раз я уже не раз делился и в своих эфирах, и в своих постах о том, что главным таким критерием изменения моей жизни было как раз знакомство с вами, когда мы с вами познакомились. Тогда, в общем-то, у меня жизнь кардинально изменилась. На этот момент я работаю управляющим партнером в старейшей артестурной мастерской. Вот. Если говорить еще про достижения, у меня уже три сторонних бизнеса есть, которые мы выстраивали кое-какие с нуля, кое-какие. Я выходил, выкупал просто доли и так далее. В общем-то, жизнь кардинально изменилась, и я бесконечно этому рад. Да. Даже смотри, есть подписчики, которые тебя узнали, говорят, что мы с тобой прямой эфир уже год назад или даже больше один раз проводили. Ты видишь, что многие помнят и видят твои изменения. Даже в лице, я так понимаю, что они выражены. Скажи мне, вот сейчас над какими проектами ты работаешь в основной деятельности в архитектуре? Что это? Где эти объекты находятся? И расскажи о каких-нибудь твоих достижениях, которым ты особо гордишься. Ну, во-первых, я горжусь тем, что со времен как разнакомства мы расширили географию нашей работы. На этот момент у меня проекты в Италии, в Хорватии. Вот есть сейчас запросы из США, из Дубаев, из Лондона. Мы строим сейчас дом в Владивостоке, например. То есть я немножко расширил свои границы. Горизонты. Минимум географии. Вот, как раз понял, что надо чуть-чуть, я в шорах так был определенных, когда вот вроде Москва, там Россия, там Подмосковье. Рублевка там и так далее. Ну да, 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 да. А тут, оказывается, есть огромный целый мир, куда можно спокойно попасть, дотянуться, есть все необходимые механизмы для этого и все необходимые знания для этого. И почему этого раньше не делал, это большая загадка. Может быть и не нужно было раньше, не знаю. Жень, всему свое время даже мысль расширится, она приходит тогда, когда к ней человек готов. И надо тебе отдать должное, ты человек, который не стоит на месте. И я помню там, когда мы только познакомились, это сколько уже прошло, года ты три, наверное, даже больше, Жень, четыре, четыре. У меня четыре. Четыре. Мы тогда собрались поехать в поездку в Бутан. И ты в последний вагон, практически там за два дня, когда уже все, там все у нас было окончательное решение принимать, последний участник группы вместе с Аленой поехали в нашу поездку. И замечательная поездка получилась, мы все открыли для себя новое государство, помимо Непала еще и Бутан Королевский. Вот тогда мы начали плотно с тобой общаться, потом некоторое время там была терапия, когда ты просил, да, какие горизонты почистить и расширить свое представление. Ну, а потом появился уже институт. Да, да, как раз институт был очень лаконичным продолжением, потому что, в общем-то, я вообще этим предметом очень сильно увлекся как раз вот после знакомства. Я начал сам много чего читать в этом управлении. Я прям помню, был такой момент, когда что-то в моей жизни произошло, что-то мое состояние пошатнуло. Я вот вам набрал, тебе, тебе набрал и не дозвонился. У меня был как бы один запрос по поводу того, что, мол, как его решить. Но потом я все-таки созвонился и говорю, так, а что мне прочитать, чтобы еще больше знать про это все. Потому что мне за полчаса целиком изменился вообще контекст. Я, как раз, очень глубоко погрузился в самообразование в этом плане. Много чего сам прочитал. Посмотрел, дай бог памяти, 68 лекций профессора МГУ по психологии. Очень интересно, там, начиная от Сократа и заканчивая всеми современными психологами. Понял, что целый мир в океанах в этом есть, который тебе важен для того, чтобы и текущие задачи решить, и что-то новое для себя понять. Да, да, да. И как раз вот я все-таки буквально доучу, ну, сам досмотрел последний ролик. И как раз смотрю анонсы института, думаю, так, вот, в общем-то, все это склеивается. И очень классная вещь, я всем рекомендую. Как раз на тот Новый год, перед открытием института, я себе написал в Инстаграме 10 целей на год. И одну из целей поставил отучиться в институте на психолога. Я вот только ее поставил, и буквально... А как мысль к тебе это пришла в голову? Сама спонтанно, либо ты уже прочитав лекции, почитав некоторые книги, понял, что тебе хочется эту профессию освоить? Я уже, да, я уже много часам добра доучился. У меня была маленькая мастер-майн-группа там после определенных курсов. И я понимаю, что у меня очень хорошо получается общаться с людьми, их направлять, подсказывать какие-то их внутренние переживания. И главное, что с ними справляться. Но инструментарий у меня был очень ограничен. Я мог только тому, что видел именно в кино, грубо говоря, на ютубе и так далее. Я понимаю, что это минимум не профессионально, а максимум, конечно, это очень узко. И тогда, когда я увидел в себе, что у меня это получается, и получается, на мой взгляд, это очень хорошо, то как раз тогда я себе поставил такую цель, что да, я очень хочу именно отучиться. Я даже гуглил разные институты, смотрел, где что есть, куда можно пойти, само собой на вечернее. И как все совпало. Как говорится, случайность и не случайность. Реально, пазл просто сложился вот так. То есть я, мне кажется, для этого ничего и не делал. А в итоге все получилось. Лен, Жень, скажи, знаешь, у меня такой специфичный вопрос. Вот зачем архитектору идти в институте психосоматики учиться? Что такого цена он тебе дал? И какие у тебя были ожидания? И что потом произошло? Ну, первоначально я осознал, что, как правильно сказали, мир значительно шире, чем он есть минимум у меня в голове. Он очень широкий. И как раз я считаю, что подобное обучение, подобное вообще увлечение, оно позволяет расширить горизонты, которые влияют на всю твою жизнь целиком. Это не влияет только на профессию, только на личную жизнь, только на доход. Это влияет как-то в общем кубе абсолютно на все. И когда я это прочувствовал, причем это какое-то сознание пришло, как слово это модный инсайт, он только просто как спустился сам на меня. Я говорю, так, а мне мало, появилась такая жадность знаний. Это очень интересный факт, я много тоже об этом часто рассказываю. Чем бы ты хотел заниматься, если бы у тебя все было? Я вот такой вопрос задал сам себе в какой-то момент. Думаю, вот у меня все есть, все достижения уже получены, чем бы я занимался? И как раз в психологии была одни из тех галочек, которые бы я бы... Это хорошее упражнение, когда человек себе невротически думает, вот надо денег заработать, дом построить, что-то сделать. И достигнув этого титаническим трудом, кто-то 10, кто-то 20 лет этому посвящать, кто-то даже 30. Потом человек опустошен. А когда ты видишь эти симптомы кризиса у себя, очень хорошее упражнение. Но представь, что все твои хотелки, вот все абсолютно ты уже реализовал, и что еще ты хочешь, на самом деле, чтобы расширить свои горизонты. И это такое брейншторминг, каждый может сделать, даже после сегодняшнего эфира, взять лицо бумаги, написать, что я хочу, и представить, что ты уже там. И понимая, и вот наверняка у тебя посетило огромное удивление, что все это есть, а как-то невкусно, да, что-то как-то вот блекло все становится. И тогда начинают приходить новые идеи в голову. Вот скажи мне, что там за последний год в процессе обучения вообще, что к тебе стало приходить, и что ты реализовал? Ну, во-первых, я сейчас веду практику. Может быть, не так много, как другие курсники наши. Ну, у тебя там хватает еще других активностей. Я взял прям людей, которые мне понравились, их там в разные периоды, там от трех до пяти, но с которыми я постоянно общаюсь. И очень интересный момент, что общаясь с ними, я каким-то образом раскрываю себя. Это очень такая вещь, которую я теперь использую не только во время сеансов, я вообще стал это использовать во время общения со всеми людьми вокруг себя. У меня сейчас стало меняться окружение. Ну, с момента, как мы познакомились, оно целиком изменилось. И я даже не переживаю за это. То есть, как бы, это случилось, это прошло так лаконично, так само собой, что это новое окружение, которое я все время сравниваю, как войти в реку. Я вошел в реку, и раз, оказывается, течение идет все вместе со мной. И мы все вместе идем по этому течению, развиваемся. Вот многие тоже, у них есть запрос именно на подобные практики, то, что мы в институте проходили. У других есть какие-то классные бизнес-идеи, которые есть и раньше. Я тебе это заметил, видите, на университетах с кандашом. Я был таким человеком, который видел всегда, почему этого нельзя сделать. То есть, сейчас у меня в голове куча идей, как это можно реализовать, любую идею. И как раз за счет этого у меня стало формироваться то самое окружение, которым я сейчас очень горжусь. Я даже знаю, что мне это из ребят сейчас насмотрят. Я очень рад этому, что они сейчас присоединились к эфиру. И как раз я понимаю, что с ними у меня будет то самое будущее, которое я лично сам себе мечтал. И вот, конечно, знаете, вот еще то, чему научил институт. Это прям отдельная галочка. То, что если раньше были просто мечты, то сейчас есть конкретные действия, как к этим мечтам прийти и пойти дальше. И даже самые огромнейшие идеи кажутся теперь настолько понятными, ты берешь и делаешь. Как раз это вот в институте, как раз на вашей лекции рассказывали о том, что никогда не надо ставить себе горизонтов. Потому что горизонт – это вымышленная вещь, и за ним будет следующий. Просто берешь и идешь тон управления. И вправду стало что-то получаться. Это получается, получается, получается до сих пор. Так что, на дерево встучу, чтобы ни в коем случае не сквозь. Что еще было у нас в институте того, что мне сегодня пригождается? Я стал очень хорошо понимать людей. То есть теперь даже вот мои клиенты, с которыми раньше мы просто общались, стало интересно, что очень много клиентов становится в том числе моим новым окружением. То есть мы начинаем общаться, начинаем дружить, ездили вместе на какие-то поездки, стали ездить, меня стали приглашать. И как-то я понимаю, что мы все стали как-то как будто бы эмоционально, я стал на определенном уровне рядом с ними. А кто твоих сейчас клиентов? Скажи, пожалуйста, что за люди сейчас? С какими запросами, во-первых, к тебе приходят? И кто они? Не по фамилиям, именам, а вот с чем? Во-первых, что хочу сказать, то, что первое из тех клиентов, о которых мы говорим минимум по артитуре, большинство из них это честные предприниматели, которые добились определенных своих успехов за счет определенных навыков и определенного уровня мышления. Зачастую люди, которые тоже нас будут смотреть, пересматривать, они многие думают, почему там мы бедные, потом у них работает куча установок, то, что большие деньги могут быть только нечестными, там большие деньги – это опасность. Ну, мы все это разбирали в институте. Вот, да, в институте затрагивали тему денег, это тоже такая обязательная внутри курса. Ну, а как же, то есть ты понимаешь, вот я могу без ложной скромности похвастаться, что мы даем такую прокачку, что у людей открывается понимание, как продвигать себя, как освободиться от этих комплексов, и у всех вырастает частная практика. У нас сейчас, я вот даже последний эфир вел, два психолога, имеющие давно образование, но нихрена не знающие, как дальше развиваться в этом направлении, потому что государственная служба не делает из этого ничего, то есть она не способствует развитию людей, их частной практики, а в институте это не преподает. И, по сути дела, специалист, он выброшен в открытый океан и не знает, как там плавать. А мы обязательно даем основу брендинга, основу не только знаний по психосоматике, не только знаний по психологии, как вести пациентов, но как себя дальше развивать, как себя предлагать, не стесняться, и, что самое главное, с первого же модуля практики. Ты уже становишься практикующим специалистом. Да, пусть ты на родственниках отрабатываешь, или на одногруппниках отрабатываешь, но ты уже начинаешь работать. И это сразу дает кучу новых впечатлений, поскольку ты моментально видишь результат. Это точно. И как раз возвращаясь к вопросам, вот и как раз новое мое окружение, я обратил внимание, что, конечно же, у них уровень мышления, он очень сильно отличается от большинства моих предыдущих, можно сказать так, предыдущего окружения. Вот так не буду, гиппит использовать. И они даже этого сами не осознают. Они просто это делают, потому что делают. Им так, может быть, родители своим примером показали. Таким образом, может, какие-то ситуации в жизни так сложились, что они сами до этого дошли. Я до этого дошел с помощью института. Ну и практики с вами, конечно же. Другое дело, что как раз с этими людьми, когда ты находишься в их окружении, ты начинаешь схватывать какие-то тонкости, которые они даже не то что советы, а вот это ощущение, вот это внутреннее ощущение того, что все всегда получается, все всегда хорошо, идем только вперед, никого не сворачиваем. Опять же, когда вокруг вас собирается много людей таких же, то вы просто начинаете смотреть в будущую трансформацию. Вот это очень важный момент, который ты сказал. Когда группа людей объединяется, и у них одинаковые цели, они друг друга начинают поддерживать, и это не только твоя сила, это сила всех тех людей, там 50-60-100 человек, которые пришли, и они тебя усиливают. И ты чувствуешь это общее поле, и оно начинает очень мощно помогать каждому из участников идти дальше. Ну, в этом плане, да, да, в этом плане, да, вот в институте, я помню последние наши занятия, которые были по курсу, это ощущалось вообще на другом уровне уже. То есть, когда если на первых уроках, там, мы это тоже про это говорили, но это внутри было еще сложно почувствовать. А вот на последних практиках, там прям ты как будто бы мог соединиться с каждым из группы, и вправду тебе открывались какие-то странные эмоции, способности, которых ты даже, да не может быть такого. Это что-то неправда, что-то неправда, но и очень интересное. Это как раз это ощущение, ну, так в эфире, конечно, не передать. Жень, вот вопрос к тебе. Девушка спрашивает, чего он, давай, у него ник 2D-художник. Я не знаю, что это, но ты, наверное, лучше узнаешь. Новые знания, что мне дадут вопрос, и новый уровень жизни вопрос. Вот, может, еще раз расскажу специально для нее, да, что с тобой произошло? На самом деле 2D-художник, это художник, который занимается двухмерной графикой. Это обычно на компьютере, либо на iPad. Многие люди, к сожалению, мы любим верить в чудеса и ждать каких-то там красных таблеток, которые по одновременно книга есть. Я люблю делать выступление, я ее так не почитал, потому что там третья страница написана. Если у вас все хорошо, не читайте. Я вот третий раз уберу в самолет, читаю третью страницу, закрываю, выбираю. Думаю, не буду читать. Вот, и когда, грубо говоря, если вы все-таки мечтаете получить красную таблетку, такого, ну, не бывает такого. Само собой, это все должно быть идти через вас. А те навыки, которые помогут вам перейти вот этот рубеж, расширить горизонты и понять, что он шире, конечно же, и это есть в том институте, который вот Артем основал и сделал. Это, конечно, здорово. Я думаю, что вопрос был, может быть, совсем более практичный. То есть, что может произойти с карьерой, если человек будет у нас в институте учиться и прокачивать знания психологии, прокачивать себя, что именно с карьерой и что может быть в личной жизни. И что с деньгами? Вот три момента, которые стоит выделить. Самые вкусные, да? Конечно, но люди мыслят категориями понятными для них, поэтому они на их языке и разговаривают. С точки зрения бизнеса. Вы, во-первых, узнаете, что тот бизнес, которым вы занимаетесь, он единственный, которым можно заниматься. Вы просто уберете вот эту вот маленькую зашоренность, которая есть в большинстве людей и просто начнете смотреть шире. И возможности начинают идти сами к вам. То есть это идет момент. И вообще внутренних переживаний, потому что я знаю по личному опыту, многие люди боятся диригировать, боятся открывать компании, боятся расширяться. Никто лучше меня не сделает. В этих тезисах сами можете написать до утра еще, писать, почему только вы это можете сделать. На самом деле это не так. На самом деле это все просто-напросто ваши внутренние переживания. Она пишет, что она наемный работник. Когда-то же ты тоже был наемным работником. Конечно. Ты с этого уже начал. Да. И тоже 2D графикой, судя по всему, занимался. С этого начинается архитектура. И вот в чем следующий был скачок? И в чем сейчас еще? Вот как ты подрос? Просто расскажи на своем примере простыми словами, и может быть тебя быстрее поймет человек. Ну, если на моем примере говорить именно про работу, то первоначально, конечно же, я снял определенную зашоренность. Я просто какой-то вечер сел и подумал, что я могу сделать для того, чтобы перейти от сотрудника до учредителя. И, как ни странно, я сам это придумал, но все равно подошел к своему тогда еще директору и спросил, там, вот Алексей зовут, Алексей, скажите, а что мне сделать так, чтобы стать правильщим партнером? Он говорит, начни приводить клиентов. Я такой, вроде понятно, это было понятно на самом первом уровне. Я такой, а что мне нужно сделать для того, чтобы привести? То есть я начал сам себе задавать вопросы. И ответы стали... Да, приходи. И они стали сами приходить. И просто все, что я начал делать, это вот этим вот эмоциям, идеям следовать, и они меня привели в определенный как раз уровень именно управляющих партнера. Но тогда, опять же, у меня тоже кончились мои эти сверхспособности такие. И тогда как раз пошел в институт. Как раз все остальные бизнесы я открыл уже, когда мы учились в институте. То есть через сколько после того, как ты поставил себе эту цель, поговорил со своим тогда еще начальником Алексеем, ты стал этим партнером? Сколько тебе времени потребовалось? Около трех месяцев. Около трех месяцев. Гениально. Очень быстро, Женя. Но ты на этом не остановился. То есть ты привлек, сколько, скажем так, ты клиентов привел и когда-либо что-то сказал, о, ты молодец, Женя, да, ты там принес. Ну, клиент это же деньги, да, то есть оборот в компанию уже. Да, да, да. Насколько компания подросла после этого? На самом деле наша компания с тех пор, как я стала учредителем, подросла, так по доходу раз восемь. Отлично. То есть, понимаешь, да, рост гигантский. И сколько вот этого времени, вот этот путь в восемь раз? Пару лет? Да, где-то ближе к... Вот сейчас был спад небольшой перед февралем, а до этого как раз где-то два с половиной года прошло. Два с половиной, ближе к трем. Так, друзья мои, давайте мы на ваши вопросы с удовольствием чуть-чуть попозже ответим, потому что Женя очень интересно рассказывает и сбивать его, как мне и хочется. Давай, может быть, тебе сейчас пока комментарий, я вообще выключусь, чтобы они тебя немножко загораживают, чтобы тебя было видно хорошо. Восемь раз ты вырос. Если продолжить отвечать девушке на вопрос, вот если ты в восемь раз вырос, во сколько стоимость твоей работы выросла лично твоей, как архитектора? На самом деле очень высоко. Потому что, кстати говоря, это тоже я вот у вас посмотрел, как вы рассказывали про вашу практику, то, как у вас сделано в клинике. И я подумал о том, что работа со мной будет стоить значительно дороже, чем с любым специалистом в нашей компании. И я задрал свою... Ну, не задрал, это неправильно. Поднял. Поднял цену. Где-то у нас цена идет за метр квадратный в нашей профессии. Средний чек по Москве 5-6 тысяч рублей за 1 метр квадратный, так, чтобы аудитория знала про ценовую политику. У меня сейчас, я проекты веду по 21 тысяче рублей за метр. А, Женя, если людям предлагают тысячу рублей за метр, чем это закончится? Честно говоря, я об этом не думал. Но это на самом деле будет... Вопрос актуальный. Может, кто-то хочет вот так найти. Чем это закончится? Во-первых, это будет абсолютно недооценивание тех и специалистов. Это будет недоверие. Это будет всевозможный постоянный прессинг стороны клиента. То есть, надо понимать тоже, мы это в институте проходили, то, что те люди, которых уже что-то добились, то они не готовы платить мало. Для них, вот, то, что они заплатили мало, это означает то, что тот человек, который вместе с ними работает, минимум себе не ценит, максимум не профессионал. Ну, и там много-много вытекающих последствий. А наоборот, могу сказать каждому из вас, что в тот момент, когда я поднял цену, у меня стали значительно лучше, благодарнее клиенты. Они стали меньше листь проекты. С тех пор у меня появились клиенты, уже которым мы делаем не один объект, который приносит даже не аванс, а приносит сразу всю оплату за весь проект, сразу. Доверяя полностью. Да, полное доверие. И мы с ними вместе работаем. Они знают, что работа будет выполнена идеально. И, в общем-то, мы так и работаем. Именно оттуда у нас пошли европейские клиенты. То есть, сейчас европейские клиенты, которые нам тоже там сейчас появились сложности с переводами, мы их решили, за счет нового окружения. Но все отлично. И как раз вот ребята, которые за границей, вот мы уже с проектом, заканчивается строй как раз виллы в Хорватии у нас. И вот заказчик уже у нас планирует заказать целый поселок там на островах местных. Это очень потрясающе. Ну, наверное, отвечая девушке до конца, надо искать, что это все от вашей смелости зависит. То есть, если вы готовы изменить свою жизнь и взять на себя за это ответственность, и расширить свои горизонты, не бояться вырасти в восемь раз, да, в своей стоимости, не бояться назначить стоимость и чувствовать себя достойней, тогда процесс пойдет. А иногда, ведь ты знаешь, многих людей все устраивает, они ничего не хотят. Мне это страшно, страшно идти в перемены, их колбасит. И вроде бы хочется денег, но страшно. Понимаешь, да? И вот на этом вопросе очень многие люди зависают, и потом постепенно это все скатывается в алкоголизм. Понимаешь, да, вот пить надо каждый день, потому что стресс находится. Хочу денег, ну не знаю, ну вроде бы делаю, но не получается, да, там страшно преодолеть. И вот такой хронический стресс отдает напряжение со всеми отсюда вытекающими последствиями. А у тебя сейчас явно окружение созидательных людей, которые не тратят свое время на пустяки и, собственно, с подобными общаются. Скажи, а вот с чем сейчас клиенты приходят, когда они уже достаточно обеспеченные люди, с опытом, и несмотря на то, что ты архитектор, они к тебе все равно как психосоматолог обращаются. Вот что их побуждает, да? Вот какой там, ну, пример, приведи последний самый запрос, и какую стратегию ты выбрал в итоге? Ну, самое последнее, что ко мне пришли ребята, во-первых, незнание. То есть они просто даже не знали, что есть такое направление, где-то они что-то слышали, но вообще, грубо говоря, медийности в профессии психосоматологи пока не хватает. То есть это вещь еще, которая, к сожалению, до большинства людей еще не дошла. Это вот как бы первое. Второе, конечно же, они уже ходили к миллиону врачей, уже, конечно же, там наблюдаются там у кого-то с чем-то. Там ко мне пришел один очень известный человек, и со странным запросом, ну, мы с ним познакомились, общались, я ему рассказал о том, что, да, чем я занимаюсь, именно с точки зрения института. Мы встретились по другому вопросу. Ну, как к этому пришли? И у него был странный запрос первоначально, потом там много чего вылезло, но первоначальный вопрос был, говорит, у меня сложность, когда малейший ветерок дует, говорит, малейший, даже летом ветер, у меня все, это там, простуда. Поэтому у меня никаких кондиционеров, никаких там, не дай бог, там, на море. Открытых порточек, да. Да, 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 малейшее что, там, машинное окно, две минуты, все, у меня насморк, кашель, горло, я домой болеть. И он наблюдал с себя кучей врачей, и в итоге, как бы, не зная, что делать, уже надоело болеть, в конце концов. И вот так, в приватной беседе, мы с ним поболтали, назначили сеанс, встретился у меня несколько офисов, мы встретились в одном из офисов, выходные, вот, и буквально, сколько, да быстро, мы минут 30 пообщались с ним, и буквально через неделю мы пишем, говорит, представляешь, все прошло. Я такой, ну... Теперь я пользуюсь кондиционерами, открою форточку, и не боюсь раздеться, где есть ветер, да? Да, 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 да. И потом он уже вывалил на меня все остальные свои сложности, которые там у него были, вот, и мы с ним долго работали. То есть контракт с ним заключил, да? Да, 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 мы с ним месяца 4 работали. Отлично. То есть человек сейчас счастлив, рад. Да, да, он... А слушай, а сколько времени он мучился с этим симптомом в Брежневе об этом сутки? Ой, ему лет... У меня есть записи, они на айпаде, дай бог, 52, по-моему. 52. И вот с какого возраста у него эта проблема существует? У него она началась, на самом деле, после школы. Ну, то есть стаж получится где-то 40 лет примерно, да? Ну, 40 лет. Ну, не 40, а 36, да. Там в разной периодичности больше-меньше, но он прямо очень, говорит, прям невозможно, говорит, малейший штук, все. Вот, знание психосоматики дает такой эффект, когда проблема вроде бы не сложна, нет изменений в тканях, просто есть реакция. Регулярная, зацикленность на то, что какой-то внешний симптом, чисто изменение погоды, ветер или какой-то там иногда контакт, да, у людей вызывает реакцию, которая не мучается. И таблетки не спасают, в данном случае. Один сеанс. Самое классное? Да, подходы, да. Для себя, что если вдруг я почему-то чем-то заболеваю, там у меня сладкого уфу, болезни сильных нет, ну, как-то простуда глупая, то я перестал, грубо говоря, переживать по этому поводу. Я наоборот, прям сам себе вопрос, зачем мне эта болезнь? И обычно, прям, всегда находится ответ. В моменте, или сколько тебе иногда времени на то, что подумать надо и осознать, зачем? Да как быстро, это буквально посыпаюсь насморком такой, если вдруг. Я такой, так, зачем мне насморк? И такой, минут 15-20, ответ такой сам, а, вот, зачем? Ну, спасибо, спасибо. Давай дальше без тебя нас справимся. И насморк, и насморк проходит после этого сознания? Ну, да, да, где-то еще полденька день, да, там, бывают какие-то неприятности, ну, прям, то проходит. Я тоже рассказывал, у меня вот, что я, что супруга, что дочка, а мы все тоже время пандемии заболели, но мы болели как? Вот у меня был насморк, все, и симптомы, все. Да, 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 вот, на самом деле просто, да, было там огромное, потом я сопоставил, было куча всего напрягов на работе, очень много перегрузок со встречами, я еще в тот момент 30 лет очень делегировал, везде ездил, везде встречался, и как бы он просто организм сказал, все, давай посидим дома, проведем время с семьей, и он мне это сам устроил. Вот, мы буквально вылечились и поехали отдыхать. Да, Жень, но самое главное, ты не рассказал, что за время нашего знакомства, ребенок у тебя появился, семья подросла, и так далее, это же мега было событие в твоей жизни. Какой-то времени статус, а потом раз, и все получилось. Ну, у нас, могу сказать, больше, у нас же лет 10 не получался ребенок, у нас и 10, да, не получался ребенок, потом как раз, вот мы годик пообщались с вами, и все получилось, причем, самый такой момент, когда прям, это все врачи же, которые мы наблюдались, говорили, что все, все ужасно, мы там какую-то операцию делали, ну, точно буду, знаю какую, но не буду сейчас рассказывать, потом говорю, ну, все, вот вам направление на ЭКО, шуруйте, вот, и как-то в какой-то момент, я прихожу домой, и мне супруга говорит, что вот, получите, распишитесь, так и все получилось, и, конечно же, там, столько, я уже с тех пор много анализировал, то есть, столько разных факторов, начиная от, просто отпустить ситуацию, заканчивая тем, что, я понимаю, что мы стали по-настоящему готовы именно в этот момент, это было, конечно, такое, очень много полезной информации из этого вышло, только бы я знаю. Жень, какие новые проекты сейчас в последнее время запустил, мы с тобой просто где-то в несколько месяцев не общались, да, плотненько, что нового произошло сейчас, на чем-то, что тебе сейчас самое интересное делать? Самое интересное, что мы делаем из такого прям, чтобы прям, вау-эффект, это мы создаем отечественную метавселенную на NFT. 2D художник может за 8 лет перейти к метавселенной, это очень интересный рост, Мы, когда последние у нас были уроки как раз института, я чуть-чуть рассказывал, начинал проект, то сейчас оно уже все в запуске, у нас уже бета-тестирование идет, у нас уже идут так называемые пресейлы, это предпродажи разным компаниям, которые занимаются инвестированием подобных проектов. И вот сейчас уже у нас через неделю заканчиваются записи на альфа-версию, то есть мы на альфа-версию берем тысячу человек, это можно тоже, я иногда об этом говорю в инстаграме, и в общем, ребята, все уже можно пройти, посмотреть, что это такое себе представляет и так далее. Но я даже хотел в шапке профиля написать первый архитектор метавселенной. Ну, пока не написал. Чем это от фейсбука отличается? Они же тоже мета сейчас делают и называют тебя так. Они не успеют. То есть вы быстро все делаете? Ну, они просто большая компания, и им сложно. Там, от момента идеи до момента создания, даже имея огромные ресурсы, там очень много, там сложно согласовывать, сложно от чего-либо запускать. Это большая проблема большинства банков, гору структур. Когда она очень большая, там все идет очень медленно. в то время как бы мы там четвером у нас такие энтузиасты, мы просто взяли и запустили. Какой стадии? То есть у вас получается уже есть рабочая версия, где вы, я просто, у меня были клиенты, которые занимаются подобными вещами, программированием, это их бизнес, то есть они собирают какую-то идею, программу, фишку и так далее, и потом делают, скажем так, рабочую версию, которую можно протестировать, ищут спонсоров, потому что дальнейший рост все равно требует инвестиций порядка 10 миллионов долларов, в среднем, в интернет-проекты, иногда больше. И вот вы на этой стадии уже, когда вы ищете еще инвестора, который может влить, чтобы вы подсоединили еще большую группу разработчиков, которые просто бы доделали то, что надо, чтобы вывести в эфир, как говорится, все. Там есть несколько торгов, несколько раундов торгов. Первый раунд, становление, ну это называется раунды почему-то, мне интересно, просто я не знаком с этим дотошно. Первый раунд, это просто, когда ты собираешь вот эти так называемые фонды, люди-представители фондов, и просто им рассказываешь идею. У меня тоже было выступление с микрофоном, я рассказывал про артистурную часть, как раз про физику, про те вещи, которые мы будем там реализовывать. Это просто была презентация, там, PDF, там, на 100 листов. мы собрали полтора миллиона долларов на вот этом вот преселе. То есть, мы начали проект без денег, мы просто сделали презентацию. Это тоже надо понимать, вот тоже ответ 2D художнику, что я могу сделать, работая на имя. Вот, полтора миллиона долларов мы собрали, потратив... Идея, которая по всей нестоимости сколько миллиарды стоит, да, Жень? Ну, по факту, да. По факту, да. Но, то есть, главная идея в этом плане получается, потом смелость ее начать реализовывать, и тогда это притягивает деньги. Ну, там, это, да, и как раз это еще плюс тому уровню окружения, которое появилось, которое меня поддержало, которые, во-первых, они меня пригласили, меня поддержало, потому что у них тоже была такая идея, а давай что-то придумаем. на основе там современных протоколов там интернета в том числе. Всю оболочку, весь внешний вид и так далее, это я на себя взял. Вся вот оболочка нового мира, которую вы будете видеть, это разработано моими ребятами у нас в офисе. И в этот момент, как я сказал, мы потратили, ну, не знаю, ну, PDF-презентация, там, пару зарплат и так далее, ну, тысяч, наверное, на четверых, там, по 100 тысяч рублей мы скинулись. Вот. И собрали полтора миллиона долларов. Полтора? Да, и сейчас вот у нас идет вот этот вот, мы заканчиваем все уже первую бета-версию. Мы то сейчас пригласили уже, у нас была первая тестовая, которую программисты только наши делали, вторая. Сейчас выходит бета, там, где мы тысячи людей запускаем. И в тот момент, когда она месяцок погоняет, мы поправим еще всякие там недочеты и так далее, потому что мы столкнулись с тем, чего мы вообще не знали, не то из нас. Оказывается, есть очень много людей, которые могут случайно найти какие-то ошибки и, например, бесплатно зарабатывать внутреннюю валюту. А надо понимать, что в нашей метавселенной внутренняя валюта будет привязана к реальной. То есть, ты можешь в любой момент внутреннюю наработанную валюту поменять на реальные деньги, купить себе пиццу, заказать. То есть, ты посидел там в игре, там, часик, и вывел деньги, заказал пиццу. То есть, вот так. И чтобы не было случайных таких вещей, что там ты, грубо говоря, протокол или какую-то там цепочку нашел, которая позволяет делать быстро и бесконечно, то в этот момент будет обесценивание монеты. Там, в общем, длинная экономика не будет долго рассказывать. В общем, сейчас, да, мы сейчас заканчиваем вариант бета-тестирования и выводим как раз так называемый вайт-лист. То есть, мы уже сами выбираем, чьи деньги мы возьмем и сколько. Это российские спонсоры вам полтора миллиона людей? Российских немного. Немного. То есть, это несколько людей, да, по разному миру? Около, нет, около 30 людей. Так. А где они все живут? Вот как они вас нашли? Мы зарегистрировали компанию в Дубае. И в октябре, вот у меня вот ребята, которые занимаются продвижением и так далее, пойдут, полетят на месяц в Дубай. Как раз там будет так называемое как раз оглашение вайт-листах. То есть, мы разрешим людям записаться к нам в пул тех, кто хочет стать спонсором. И из них будем выбирать по большому количеству критериев, чьи деньги мы в итоге будем брать. А сколько у тебя времени этот проект занимает сейчас? Или сколько трачено это время? Вообще, мы с того момента, как мы придумали, мы его придумали, передали как раз разным людям. И сейчас, я бы, не знаю, часа три в неделю. Ну, немного, чтобы такую мощную вещь поднимать. Видишь, как вот цена идеи, как говорится. Что ты видишь, через год с этим проектом должно произойти? Или быстрее, может, даже? Ну, мы вообще хотим свободный доступ и ее выдать к Новому году. Там у нас есть, уже у нас работают финансисты, экономисты уже, полтора миллиона долларов позволяют это сделать, которые нам позволили как раз рассчитать всю экономику, рассчитали весь как раз предположительный рост и так далее. я думаю, что это через год, к Новому году, когда мы дадим уже открытый доступ, там мы еще, помимо всего, прописали такой термин road map, карта событий. У нас road map уже на 10 лет. Уже события, уже события внутри этого проекта мы уже будем анонсировать на 10 лет вперед. Там есть три сценария, конечно же, есть пессимистические, обычные и патимистические, которые это станет просто мультимириадной компанией, которая просто-напросто может позже скупить тебе Facebook, Apple и все остальное. Скажи мне, все те процессы, которые сейчас в мировой экономике происходят, в частности российской, мешают тебе работать и делать проекты? Скажу так, с точки зрения, у меня же сейчас на этот момент, как сказал, уже четыре компании. Некоторые компании, вроде, вот наша фстурна, она чуть-чуть пошатнулась, потому что было непонимание, что будет дальше, и многие люди приостановили работу на разработке своих личных проектов и так далее. А у меня есть одна производственная компания, отечественная, там наоборот, там наоборот, события сделали так, что люди стали там больше заказывать. У меня же тоже есть обучение для архитекторов и дизайнеров. Там сейчас так... Олная школа, как бы, да? Ну да, 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 да. Вот, как раз вот менторство, та самая, вот, и там тоже есть и плюсы, и минусы, вот, и сейчас, конечно же, вот этот криптопроект тоже, он очень много чего позволяет сделать, и опять же, если мы переживали, рефиксировали как-то по всем этим событиям, вполне возможно, у нас могло что-то не получиться. Ну, когда мы этот проект начали уже до событий, которые произошли, по-моему, да, да, до февраля была презентация, в начале, и в тот момент когда все случилось, мы, недолго думая, просто сразу же нашли выходы как раз на Дубай, узнали, как там, что регистрировать, быстренько все зарегистрировали официально, и теперь у нас дубайская компания. Ну, то есть, я хочу еще раз подчеркнуть рост, да, от архитектора 2D, как я понял, да, ты нашел свою карьеру лет там 10-8 назад, да, до человека, который 8 раз больше сейчас заперет за время своей работы, ты стал партнером, и не просто, так сказать, нанятым архитектором, и плюс у тебя 4 проекта параллельно идет, и вот за последние 2-3 года наиболее интенсивный рост идет, и вот один из мегапроектов, про который ты говорил, может стоить миллиарды в ближайшем будущем, как только произойдет презентация, и дальше вы его продвинете на этот мир. Дороже же. Ну, вообще огонь. Огонь, да. Я хотел рассказать о том, что как раз стал как управляющим партнером, и долгое время у меня тоже не было какого-то существенного роста, пока я не пошел в институт, потому что повторение, мать учения, во-первых, вот мы пришли, я пришел в институт, и там тоже много чего еще узнал про себя, потому что когда ты работаешь с людьми, они, во-первых, работают с тобой параллельно, и ты очень много про себя нового узнаешь, и как раз вот этот вот сильный скачок у меня произошел как раз где-то через полгода до обучения в институте. Как раз с Капитоновым там мы пообщались, он тоже такой у вас очень классный преподаватель, очень мне это импонирует, вот, и как раз с многими еще людьми мы пообщались, и в этот момент как раз я еще расширил грани, и это принесло еще плоды. Жень, ты на моем потоке менторства тоже был, да, по-моему? Да, был, конечно. На первом, там дум просто народный, я не упомню всех, да, и не всех визуально даже запоминал. Ну, здорово. Что тебе по курсу менторства запомнилось? Что ты использовал? По курсу менторства я использовал вообще все, начиная от, во-первых, это было таким хорошим подспорьем, потому что некоторые вещи, когда долго что-то, это тоже есть такая вещь, не знаю, у всех ли она, вот у меня такое точно бывает, когда ты что-то долго знаешь, ты это потом перестаешь минимум использовать, забываешь и откладываешь на потом. И еще к тому же есть такая вещь, то, что ваш мозг вас всегда сам обманывает. Если вы что-то очень хорошо знаете, то он придумывает, почему вам не стоит этого делать. И еще к тому же это оправдывает. Это потрясающий механизм, это касается в основном и спортзалы, и похудание, и всего подряд. И как раз менторство мне еще раз напомнило абсолютно все тезисы, которые мы в личной терапии проводили, и в институте мы учили параллельно. А потом менторство, чем мне понравилось, это все-таки да, точно, я же на менторстве был, когда мы это вселенную открывали. Точно, точно вспомнил. И как раз это менторство тоже мне дало определенную внутреннюю уверенность. Я не знаю, как это описать. Когда ты его проводил, кстати говоря, у меня на этом менторстве еще были мои друзья, с которыми мы это потом еще параллельно обсуждали, как мы встречались, как раз из моего нового окружения. И как раз все практики эти обсуждали, какие результаты выходят, это очень здорово. Ты сейчас помнишь, какие-то механизмы конкретные, которые я вел. Я вел что? Я вел целиком полностью цели полагания. Теперь вот у меня есть конкретные цели, конкретные задачи, я все это дело прописал, у меня все прописано, и я к ним иду. И некоторые из них прям очень гандиозные. Я вот хочу себе как раз классный домик на побережье в скалах. Давно хотел такой, раньше думал, что это в скалах. В каком государстве? На этот момент за счет того, что я строил много в Хорватии, думал в Хорватии сделать. Но в общем-то география не важна. Не важна? Ну можно в Майами, почему бы нет. Там сейчас, правда, с визами сложности, но в скалах это тогда больше Калифорния. И Калифорния, да. Майами все-таки это больше пляж и равнина, а в Калифорнии это как раз скальные места, их там много и более дорогая ария в этом плане, как это называют американцы. Хорошо. Жиль, я сейчас открыл опять чат, чтобы все, кто хотел задать тебе вопрос, могли это сделать. А я вам, друзья, напоминаю, что 17-го уже числа у нас новый поток в институте стартовый, четвертый вы можете стать учеником и получать знания от меня и от других коллег и, собственно, освоить новую профессию и открыть для себя новые источники заработка, в том числе, кому это интересно, потому что Женя, несмотря на то, что он архитектор, он и принимает людей, зарабатывает, пользуется технологией, которую я преподаю, что можно брать контракт, а это стоит уже в разы больше, плюс назначает столько, сколько действительно чувствуешь, что твоя помощь стоит и именно по подобию к тебе клиенты будут приходить, если ты к этому готов. И также поток менторства будет стартовать в 23 число. Это обычно параллельно запускаю, вот три месяца менторства идет, а образование в институте, оно там до 9 примерно, 6,5 полного времени и мы заканчиваем в мае. Вот интересный вопрос от Антонины Исаевой. С одной стороны, чтобы масштабироваться, нужно пойти на хорс, но сначала нужно заработать свободные деньги на этот хорс, а это уже требует масштабирования, замкнутый круг какой-то. Что ты Антонине ответишь? На самом деле у меня есть ответ на этот вопрос. Это еще в разных книгах, в том числе и по бизнесу, описывается, как крысиная бега, когда мышка в колесе бежит и одно и то же делает. На самом деле ответ очень простой. То, где вы сейчас есть, вы туда пришли, используя определенные механизмы, определенное ваше эмоциональное состояние. Вы туда пришли, делая определенные действия. Для того, чтобы выйти из этого круга, нужно просто-напросто поменять эти действия. И тогда очень быстро к вам придет именно абсолютно новые и деньги, и новые ощущения и так далее. Как я все время говорю, если вы зарабатываете до миллиона рублей в месяц, то все деньги, которые у вас есть, вам нужно вкладывать в обучение, чтобы научить зарабатывать больше. Если вы зарабатываете уже больше этого, то вам уже надо научиться другим навыкам, абсолютно другим мыслям, уже научиться покупать активы, сохранять их, там нужно инвестициям учиться и так далее. То есть, вы на каждом этапе должны всегда учиться. На разных этапах. Да, Женя, вспомнил одну мысль, у меня тоже в процессе моего становления лет 15 назад я давно проходил одни курсы, и тот преподатель говорил, вот мои технологии позволяют зарабатывать до 100 тысяч долларов в месяц. Параллельную часть там и работая над своими проектами, у меня ценник выскочил за эту сумму, естественно далеко дальше. И я понял, что мне пора двигаться дальше, учиться больше нечего. И он мне потом сказал, да, я тебя поздравляю, то есть, вот до 100 тысяч я знаю, когда это миллионы, все, я уже ничем посодействовать не могу. А в этом плане, у меня тоже был недавно очень интересный разговор с одним, тоже достаточно известным человеком, мы там обсуждали о нецпроектах, а он такой говорит, Женя, я уже там знаю, как зарабатывает там, грубо говоря, там миллионы долларов. А как зарабатывать миллиарды? Я говорю, я не знаю, я пока там не был, вот если я там буду, я расскажу. Ответ очень простой. Это просто масштабность тех идей, которые приходят в голову, готовность их принять и взять эту ответственность на себя и получать от этого удовольствие. Тогда это приходит. Разницы вообще никакой нет. Только с нолик добавляется и все. Если человек к этому готов, то он способен эту ответственность энергетику и психологически пропустить, поэтому и таких тоже можно научить, чтобы человек это делать, если действительно его цель, если она у него в душе есть. Если это просто для того, чтобы там доказать что-то маме, комплексы какие-то определенные, он может быть там чего-то и продвинется. Но это будет огромным напряжением, огромными рисками, с потерей здоровья, с покойного сна и так далее. Или там это близко к криминалу все будет. Чтобы такие вещи исключить, все должно быть экологично, а технология, я не могу сказать, что она такая же, поскольку у меня клиенты-миллиардеры бывает. И я вижу, как люди это делают, за счет чего это делают, и это их как бы выбор. Не всегда осознанный, но выбор точно. Смотри, еще интересный вопрос есть. Что помогло тебе раздвинуть границы амбиций, замахнуться на большее? Так, там много ответов. не всегда. Скажи, вот как ты считаешь, вопрос к тебе. Что помогло? Во-первых, конечно же, помогло то, что я увидел эти шоры. Осознание проблемы уже половина решения. То есть, в какой-то момент я почувствовал, что у меня прямо какой-то то ли барьер, то ли я что-то не знаю, неправильное дело, вроде постоянно учусь. Второе, конечно, это было то самое желание, о котором мы сегодня говорили, о том, что вырваться из этих крысиных бегов. Могу сказать о том, что до того, как я стал партнером, у меня в жизни, как мне казалось, все было хорошо. Когда меня спрашивали, как ты у тебя делаешь, я говорю, у меня идеальные дела. У меня уже было и Мерседес, у меня уже было, и квартирку я себе небольшую купил. И мне казалось, что на мой возраст я уже как бы, ну, красавец. Ну, не предел, но я молодец. Я такой, я молодец. И в какой-то же момент, я сидя еще до знакомства с вами, сидел, думал, а вот неужели это все? Вот неужели, ну, а дальше что? Я, самое интересное, что... Предел советского человека наступил. Да, 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 то есть я уже... Машина дачи, да? Да, да, далеко, я уже зарабатывал значительно больше своих родителей, и все равно, я такой, и почему я не могу ничего нового придумать, сделать и так далее, чтобы пойти дальше. Это вообще, ну, для меня была странная такая вещь, человек, который может всегда все придумать, а тут я не знаю, что делать в своей жизни. И самое интересное, я даже не знал, тогда не задавал себе вопрос, а зачем мне это надо? То есть это вот, это просто бег зашоренности, когда ты сидишь в том месте, в том положении, что у тебя есть, и ты даже не мечтаешь о большем. Ты даже об этом не задумываешься, что может быть больше. Обычно, как это было раньше, я думал, ну вот люди ездят там на дорогих машинах очень, думаю, ну, конечно, у них там родители, там, там, не знаю, там, удачно вышли замуж, там, я придумал миллион оправданий, почему они там, а я тут. И в какой-то момент, я вот как раз познакомился с вами, и я понял, что надо задавать себе вопрос, как это сделать, а не почему это нельзя сделать. Начал себе задавать вопрос, думал, как я могу себе это позволить? И начал просто постепенно, постепенно, это само за шагом идет. Как мы сказали раньше, это было где-то 3 месяца у меня заняло этот момент, как раз осознание того, что на самом деле все в моих руках. Как есть картиночка, мне очень нравится, как попугайчик сидит у зеркала и такой, мол, и говорит, неужели все проблемы из-за тебя? Вот, я понял, что вообще все проблемы были только во мне. и я очень рад, что вообще, как-то судьба нас свела, что получилось ознакомиться и пройти терапию, и пройти ментерство, и попасть в институт, выполнив в карте желаний галочку поставив, то есть, все получается не так, как хочу. И потом, очень классный инструмент, не знаю, как мы замечали или нет, то, когда ты начинаешь выполнять вот эти вот свои цели, которые сам себе ставишь, то каждая последующая цель становится проще, проще, и проще. И как-то, ты их даже уже не будешь и ставить, ты уже просто даже ставишь какую-то самую амбициозную. И раз, когда ты к тебе пришел, такой сидишь, и ты так, а какой же следующий ставится? Ты уже просто ограничишь только свои фантазии. И вот это очень хороший ты момент сказал, и на самом деле ты знаешь, что чтобы себе выбирать партнеров или исполнителей, или даже помощников, вообще кого-нибудь, кого ты берешь как команду, у людей не должно быть шоу. То есть, у людей не должно быть ограничений, потому что, люди могут как усиливать тебя и давать тебе облегчение, как могут и приносить хаос и говорить, что не, это не работает, то, что ты говоришь, вот так вот лучше, или это невозможно, мы не можем это сделать, ну и так далее. Вот это сразу звонок, что мы не можем, говорит о многом. Либо мудрый человек, действительно опытный, он говорит, что слушай, а есть прочий вариант, ну давай вот так вот сделаем, то есть альтернативу какую-то предлагаем. И поэтому, когда вы слышите слово нет от кого-нибудь, а вы хотите построить что-то человеком, вот это очень сразу звонок, а может быть вам просто человеком не по пути. Это точно. Но в этом плане, как я сказал раньше, в общем, окружение у меня поменялось. Все, таких людей, они самые интересные, они сами отсеялись. очень интересно, что когда ты начинаешь развиваться, двигаться, что-то придумывать, создавать и так далее, то те люди, которые оказывается были рядом с тобой почему-то, они сразу как-то все пропали. Вот они сами пропали. Не то, что я записал книжки, их удалил, нет, просто люди сами отсеялись. Жень, а с кем ты проходил обучение, с кем ты поддерживаешь замотношение, тебе звонит кто-нибудь иногда, может встречаетесь даже? Такое бывает, да, конечно, такое, ну, вы, наверное, знаете про Никиту, то, что с Никитой мы вообще много общаемся, и парадоксально, там, когда какие-то сложные случаи, он такой, Жень, тут вопросик, давай, подключайся. Поработать, поработать. Да, 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 легко, легко. Никита молодец, он такой активный, мне недавно, вчера мне написал, да, тоже там, у него идея родилась, давайте, давайте делаем это, давайте то, то есть, фантазирует, фантанирует идеи. Так, давай вопросы почитаю. Да, да, очень интересный вопрос. Happy Wunet KZ, видимо, счастливая женщина из Казахстана, спрашивает, а если нет таких мозгов и такого образования, не знаешь, чем тебе нравится заниматься, что тогда? Ну, во-первых, очень часто, когда люди пишут, что они happy, да, это говорит о том, что они unhappy, вот, это вот некая такая штучка есть, но это не к тому, что мы человек хотим по критике, ну, критике подвергнуть, просто сказать, что такое есть. И я могу сказать, что мозг у всех выглядит абсолютно одинаково. Ну, да, размеры чуть-чуть иногда варьируют, но доказано, что размер в данном случае не имеет значения. Важны чувства, эмоции и то, как ты настраиваешь свое мышление и свои чувства и насколько ты счастлив в этот момент и как следствие сколько ты энергии можешь в своей жизни пропустить. Я в этом плане только сегодня об этом размышлял, о том, что, к большому сожалению, с детства нас никто не учил быть счастливыми и любить себя. Ну, как-то... Терпеть, терпеть, мучиться, да, как Ленин, да, мы... Ленин мучился, и ты мучаешься, и все нормально, и молчи, молчи, не высовывайся. Вот это мы учили очень хорошо, и примером, и общественная мораль подобная была. Ну, вот, собственно, что имеем, но это можно подредактировать, от комплексов можно отказаться, поэтому образование на институте, почему тебе дало мощный скачок, там собрались люди с похожими интересами, все хотели изменить себя, свой мир, кто-то от заболевания вылечиться, кто-то профессионного открыть, кто-то денег больше заработать, кто-то общество себе какое-то приобрести, скучно стало кризис личностей, поэтому очень много разных. Я сейчас время выделяю специально, чтобы с нашими выпускниками поговорить, и, естественно, я спалил под тебя, потому что ты, ну, очень ярко выделялся на фоне других всех людей, своей необычностью, и что ты архитектор, да, какого хрена архитектору делают в психосоматике, оказалось, это и по практике, по твоему, по основной профессии тебе дало толчок, и открыло тебе новые проекты, плюс ты еще сам стал заниматься психологией, инвестируешь в это время, консультируешь пациентов, ведешь группы, онлайн-школу открыл, то есть горизонты расширились. Естественно, люди, которые в твоей профессии работают, которых ты знаешь, или у вас наверняка какие-то там сообщества, тут тусовки есть, они тебе наслышаны, потому что ты не просто там чертежи рисуешь, да, или там пытаешься взять какой-то объект очередной, там, госзаказ, понимаешь, мечта там в Кремле что-нибудь сделать, а ты просто кайфуешь от этого процесса, и, соответственно, вероятно, какую-то часть архитекторов в свою веру постепенно обращаешь. Очень стараюсь, в этом плане, да, очень интересный факт, то что я часто слышу, особенно из разных бизнесов, а я тут о том, что не-не-не, это зарядка 20% осталась, он просто предупреждает. Но у нас не так много времени осталось, поэтому зарядка еще выдержит. Да-да-да, я буквально там вот эта вещь, то, что все люди как раз за счет определенной зашоренности конкурируют сами с собой. Ну, придумали себе каких-то архитекторов других и начали конкурировать внутри себя. А я решил, что я вообще выйду из этой игры, говорю, это не моя игра, мне играть не интересно, у меня нет конкурентов, моя площадка для моей жизни это весь мир, и поэтому я лучше буду конкурировать просто со всем миром сразу. Абсолютно правильная идея. Я счастлив, что даже студент к нам пришел или вообще кому-то на курсы пришел и люди говорят, иногда пишут, а я вот пошел туда учиться. Я говорю, на здоровье, идите учите. Вот если больше людей будут заниматься психосоматикой, психологией, даже айорведой, чем-то еще, что делает их жизнь лучше, чем будет в целом лучше тот мир, в котором я живу. И глобальное мышление, говорящие о том, это ярко подтверждаю, что не надо зацикливаться там на Москве, области и так далее. Ты можешь быть и в Москве, и в Европе, и в Америке, еще где-то. И тогда вот эти локал конфликты, которые сейчас у нас там происходят между Россией и Украиной, или еще какая-то чушь тебя вообще не касается. В этом принимают участие, кому надо принять. У тебя нет этой проблемы. Возникли какие-то экономические, да, там летача сейчас в Европу немножко криво приходит. Ну летаем же. Что? Советскому человеку везде можно, можно сказать, приобщиться. Надо деньги в Европу переправить. Найдем вариант. Все решаем абсолютно, да. Поэтому вот это вот. Нет проблем, а есть только путь решения различных задач. Это жизненная кредо, если ваша станет. И вот будете иметь результат в вашей жизни тот, который, ну, Женя, я надеюсь, ты своим примером сегодня многих вдохновил. Кому не хватает образования, кому не хватает энергии, кому нужно общество для этого, приходите к нам в институт, и вы точно получите людей, которые увлечены своим делом, я имею в виду преподавателя, преподавательский состав. Вы познакомитесь с интересными людьми, которые вместе с вами придут учиться, и вы, во-первых, обретете новую профессию, во-вторых, кучу своих проблем, проблем не разрешите, и вынести огромный квандайм знаний, которые практика применима. Вы начнете менять свою жизнь прямо здесь и сейчас, делая правильные выводы, и, собственно, ваша жизнь никогда не будет прежней. Ну, а если хотите еще там более переносить персональные работы, то до этого будет менторство, которое параллельно тоже запустится, и еще можно туда записаться, еще три месяца там себя прокачивать. Так, вот здесь поподробнее, а что именно поподробнее, скажите, потому что чат иногда подтормаживает, и что вы имеете в виду, пожалуйста, более точно задавайте, пожалуйста, вопросы, тогда вы получите на них точный ответ. Так, полностью согласен, архитектор, человек мира и всеми. Классно, классно. Глобальное мышление. Я всегда клиентам говорю, ребята, мы живем в едином мире. Границы очень условны. Воздух общий на планете, земля тоже. Да, землю кто-то поделил, собственность, несобственность, государство, ну, это все условно, абсолютно. И если ты это понимаешь, и ты это так чувствуешь, у тебя уходит очень много конфликтов из твоего мышления, которое ты таскаешь с собой, придумывая, деля людей на расы, на национальности, на интеллект, умный, тупой, завистливый или плохой, это вообще игра уходит, энергетика становится более открытой, идеи тогда, какие глобальные приходят, естественно, уровень твоих доходов вырастает, уровень твоих эмоциональных компетенций, общество, которое тебя окружает, оно другим становится, и ты тогда начинаешь более эффективно влиять на этот мир. Так, кто-то хочет к нам учиться, приходите, вынесет психосоматики, вы можете в директ написать, хочу учиться, если вы первый раз слышите, что это такое, вам подробности объясняют, помощники вышли все ссылки, можно узнать о ментости чуть подробнее. Я сделаю специальную презентацию на следующей неделе, 15-16, то есть следующий четверг, пятница, уже вернусь в Россию, буду там вести вебинар, и будет проанонсировано все, можно сказать, в Инстаграме, в Телеграме, во всех моих социальных сетях, чтобы вы могли спокойно записаться, и там два дня я вам объясню, что такое менторство, приоткрою зависту тайны, дам почувствовать, прокачаем эмоциональный интеллект, энергетическое состояние потока дадим почувствовать, и тогда на все вопросы вы получите ответ. Сейчас не хочу заставить, потому что редко, чтобы Женя взял, выделил всего сейчас, даже уже больше, чтобы с ним побеседовать. Хотя на тема... Да, Гене лучший ученик, Артем, это очевидно. Женя, что ты скажешь на эту тему. Ну, во-первых, хотел... Сейчас к этому вернусь обязательно. Хотел сказать о том, во-первых, у меня в Инстаграме спрашивали про институт, и спрашивали, нет ли у вас случаем факультетов в Санкт-Петербурге. Вот. Я сказал, что на самом деле у нас ребята, помните, прилетали, дай бог, из Владивостока же, помните, к нам прилетали. У нас Володя летал к Владивостоку, у нас студенты были из Франции, сейчас учатся женщины из Болгарии, вообще никаких ограничений нет. В онлайне у нас же, мы, по сути дела, сейчас продвигаем два основных модуля. Это базовый, для тех, кто в Москве никак не может оказаться, ну, по разной причине. И там люди из Европы, из Соединенных Штатов. Можно пройти три базовых, три модуля и уже начать практиковать сразу. Но если ты готов к нам еще глубже пойти, ты чувствуешь, что им не хватает знаний, ты в офлайн готов приехать. Помнишь, у нас была, да, из Франции, да, женщина, она каталась, проблем нет, то есть человек сменил страну вы бываете в Европе, я сейчас в Европе нахожусь, сейчас на Мадене нахожусь, уже два месяца, скоро вернусь в Россию, для меня Европа и Америка, в принципе, открыты, проблем никаких нет. Так, что еще спрашивается, если сделаем себе этот мир счастливым, продолжайте в этом духе. Так, подскажите, как работать со своим хитрым мозгом, как Женя говорит, все знаешь, но не можешь делать, и силы, желания на это не хватает. Женя, ответь, тебе вопрос. На самом деле, как я считаю, такой вещи, как не можешь делать, и желания, это все только, опять же, зависит от вас. Значит, просто вы себе не видите ту ценность того, что вы будете делать, а главное, зачем вам это нужно, и что вы будете делать, когда вы добьетесь. Это очень важно, то есть, когда ты ставишь себе цель, ты должен уже эмоционально почувствовать, что ты ее уже добился, и тогда тебе намного проще в том направлении идти. А пока ты остаешься на уровне желаний и знаний, как много очень умных людей до сих пор работают просто преподаватели. И ребята, которым по 25 лет делают миллиарды на Валдерес. Вот кто из них умнее? Вот всегда у меня этот вопрос был. Многие мои олигархи, клиенты, с которыми я беседую, он честно признается, ну, понимаете, да, вы видите образ человека, да, вы рисуете одно, то, что он рисует. А когда ты беседуешь по душам, ты понимаешь, он многим признает честно, я не умею чему. Я вот это не понимаю, но я знаю, как с этим договориться, тут пробить контракт, а тут у меня связь, то есть, второго, третьего, четвертого свиньи, а он не знает, он знает, как производством управлять, знает там всех вот этих нюансов. А мне, говорит, не надо даже это знать. Не надо договориться, посчитать маржу, запустить и крышевать. Ну, понимаешь, все. И у каждого своя опция. Если человек, который работает просто на производстве, руководит, захочешь чего-то больше, у него точно это получится, просто нужно иметь определенную смелость. Ну, это да, к тому же надо научиться, как говорит Артем Игорьевич, кайфовать от жизни. В тот момент, когда ты просто именно получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, то твой мозг тебя станет помощником. В тот момент, когда ты что-либо делаешь через силу, потому что надо, либо кто-то сказал, либо тебе что-то приказали, то, конечно же, в такой парадигме, какие бы у тебя ни были потрясающие знания, умения, ты далеко из этого, опять же, круга не выйдешь. Надо просто любить жизнь, любить себя и двигаться вперед. Жень, два последних вопроса мы ответим. Один мне, второй тебе. Смотри, девушка Наталья сказала, что уже оставила заявку на обучение, только с проблемой оплаты столбной, так как я не в России. Наталья, напишите мне в директ, никаких Наталья, Наталья, Зидан, или поможете, сейчас вам напишут, никаких проблем с оплатой нет. Есть расчетный счет в Америке, есть расчетный счет в Европе, есть в России, все считают, пожалуйста, в любых банках там, это не проблема. Единственное, если вы с Монголией, мы с Монголией не работаем, не знаю, как там валюта, мы что-нибудь придумаем всегда. Потому что с Казахстана некоторые сложности есть, но они через золотую корону деньги посылают. Это тоже все решаемый вопрос, поэтому не знаю, откуда у вас такое впечатление родилось, но мы это быстро отрабатываем. А вот к тебе вопрос. Что вы можете сказать по поводу карты желаний? Многие психологи говорят жить одним днем. То есть вот такие две противоречивые мысли. Ну, смотрите, история в том, что жить одним днем это не про то, что ты послезавтра не будешь жить. Это про то, как бы ты прожил этот день, если бы тебе это была вся твоя жизнь. О чем это я? О том, что, например, вот вы взяли и сегодня почему-то решили не пойти в спортзал. И ты говоришь, так, а что будет, если я больше никогда в жизни не пойду в спортзал? И ты понимаешь, что у тебя будет плохое самочувствие, плохая форма, у тебя не будет результатов и так далее. Потом ты думаешь, сейчас я пойду попью пиво с друзьями. Что будет, если ты будешь всю жизнь пить пиво с друзьями? Ничего хорошего опять не будет. Вот о чем это идет речь одним днем. Ты один день проживаешь именно так, какой бы ты хотел, чтобы была вся твоя жизнь. Чтобы она была радостной, счастливой, в достатке, занимаясь любимым делом, находясь с любимыми людьми, именно занимаясь тем, чего ты хочешь, исходя из того самого любви к себе. И вот это вот и есть одним днем, как я это трактую. Трактую я. Не знаю, может, другая трактовка есть. А что касается карты желаний, это всегда даже карты желаний это косообразная контурная карта, куда тебе идти в плане твоих целей. Ты просто прописываешь себе цели, идешь к ним, когда достигаешь, ты сам себя хвалишь. Какой я молодец, что этого достиг. Это все еще запускает эндокринную систему, это все тебе позволяет находиться в таком управляемом стрессе достижения вот этих целей. Когда ты прям получаешь кайф от того, что ты их достиг. Ты их достигаешь и ты чувствуешь, какой ты классный. Это больше даже карта нежеланий, а карта целей. Ты должен обязательно знать, зачем ты что-либо делаешь, к чему это приведет, и тогда ты будешь очень легко и правильно распоряжаться и временем, и силами, и вообще своими действиями. Ну, ты знаешь, я немножко здесь чуть-чуть больше с этой темой занимался, поскольку куча этих вопросов на всех встречах идет и так далее. Карта желания, как технология, где ты визуализируешь, что ты хочешь, неплохая штука, потому что она, особенно для девочек она неплохая, давай скажем так, она прокачивает вот эту вот эмоцию, которая необходима для того, чтобы тебе нравилось идти к своим целям и быть заряженным на них. С этой точки зрения это неплохая штука. Для мальчиков больше подходят цели полагания. И если там в этих целях есть цели, которые ты делаешь для того, чтобы девочка твоя была счастлива, то тогда эмоции больше рождается. Понимаешь, да? Я могу сказать, что многие свои решения о покупке дома и открытке еще чего-нибудь я делал благодаря своей супруге. Вот она говорит, хочу. Вот мы приехали на рублевку с ней, такая, ой, а я хочу тут жить. Какой нахрен психолог может себе позволить дом на рублевке? То есть это вот немыслимые вещи. Ну почему бы нет, да? Давай, поехали их посмотрим, какие дома бывают. И мы так ценим. Так, за миллион не нравится так, за два что-то как-то не очень, но уже получше. За семь, там так далее, такие цены еще были, да, вот этих всех там, это в начале двухтысячных, да, это было вообще хай-эм, там примерно семь миллионов стоило. Слишком помпезно, нахрена, это там дворец при входе 300 квадратных метров, ты там потеряешься и так далее, да, и дети разбегутся, если что. Вот, поэтому такой некий middle size можно найти, и вот самые такие дома, и в итоге мы на тысячи квадратов остановились в дом. И когда, и главное, вы знаешь, это логика такая, ты должен сначала там небольшую сумму денег, это моя личная история, вот сейчас вот там земли ты можешь, у меня деньги там были спокойные, да, я думаю, землю куплю, да, ну хватало бюджета, а потом лет за пять мы построимся. Мы поехали в поселок посмотреть, я уже много раз про это рассказывал, полгода до этого я застрял в этом поселке, у меня машина завязана в суброге, я даже не понимал, зачем это, поэтому иногда, если у тебя какое-то ЧП происходит, это к лучшему, только ты не понимаешь, в чем прикол-то. И вот, и мы поехали землю смотреть наш поселок, и товарищ, который нам показывал, слушайте, а я тут еще дом продаю, может быть, вы там его рассмотрите? Ну давай посмотрим, приходим, дом тысяч квадратов, так, не помню уже точно, да? Слушай, а хороший дом, да? И так далее. А как мы можем с тобой договориться, да? Вот у меня есть такая сумма денег, ты готов, там, рассрочку, и мы договорились с человеком, и у меня не было вторую часть на покупку дома тогда, но если сказал, как-нибудь я это решу, вот я не знаю как, но вот я это точно решу, и мне за три месяца удалось вторую часть, денег заработать, и до сих пор кайфуем поговорить. Понимаешь, да? Вот так это здесь. И когда вот здесь я дом на Мадыре покупал, я, мы то же самое, да, сначала думали, вот бюджет есть в свободе, давай еще купим, да, обращение. Я вообще хотел еще меньше просто инвестировать там, чтобы как раз золотая виза была, там, и так далее. Мы ездим, ездим, смотрим, и потом риэлтор спрашивает, какие самые хорошие домы, покажите. Она говорит, вот есть токен, вышел, говорит, еще нигде не в продаже, тут очень хороший, это у нас вообще, это просто топ of the top. И мы когда ищем по району, а риэлтор не может найти новые улицы, и она почему-то на картах отсутствует, то есть непонятно, логично. Саша сказал, вот он, поехали туда. Действительно, подъезжаем, и весь прикол в том, это я впервые в эфире говорю, когда я подъезжаю к дому, я вижу табличку, на ней написано 17-18. Мой дом на Рублевке тоже не имеет 17-18 на гривне. Оба. Еще не зайдя внутрь, я понял, что это точно знак. И там тоже самое удалось договориться, то есть все договориться, вопрос был решен. Понимаешь, да, вот такие штуки происходят. Вот дом номер 17-18, ты представляешь, вот в мире два таких дома, и они как бы там приближают. Вот такая вот штука, да, происходит. Поэтому иногда решения, они уже все есть, и не суетись ты по этому поводу, и все, вовремя к тебе придет, только будь готов принимать это. И работай над собой, если тебе не хватает каких-то скиллов, и они все относятся к вопросам эмоционального интеллекта, к знаниям по психологии, какую-то часть анатомии, физиологии, безусловно, надо знать, про энергетику надо тоже знать. Ну и дальше, так сказать, расти, к чему у тебя сердце, так сказать, лежит, и все тогда начнет складываться. Многим понравился наш с тобой эфир, сейчас будем завершать. Так, еще какой-то вопрос, как-то желание финансовые блоки снимает, как ни крути, все в итоге упирается в деньги. Вот, пожалуйста, ответь Вере, которая считает, что все упирается в деньги. На самом деле, деньги, надо понимать, что это побочный продукт. Это в тот момент, когда ты ставишь себе цель заработать денег, это сделать очень сложно. В тот момент, когда ты ставишь цель именно идеологическую, то, что ты хочешь что-то создать, что-то кому-то принести радость, сделать этот мир почему-то как-то лучше, что-то сделать, такого чего до сих пор не было. Когда ты даже, если довариваешь кофе, но так, что он нравится всем людям, это уже можно монетизировать, получать от этого кайф, и это тоже будет приносить деньги. Деньги, на мой взгляд, это побочный эффект, это отвлек этого мира на то, какую ты можешь взять на себя ответственность. И чем больше ответственности ты можешь на себя взять, тем этот мир просто отвечает в том числе и финансами. И поэтому я считаю о том, что те люди, которые особенно корректным способом много зарабатывают, это означает, что это достаточно эмоционально крепкие, интересные люди, тоже крепкие. Именно они очень много чего дают этому миру. Просто многие люди за счет той же зашоренности не хотят это признавать и начинают что-то придумывать про их жизнь. Это часто только бывает, в том числе в интернете все это видели много раз. Я думаю наоборот, они дают огромное количество энергии и этот мир им отвечает. Вот и все. Да, у меня, правда, вспомнил, была ситуация в жизни, когда у меня лежали 2 миллиона долларов, я не знал, что с ними делать. Это, знаешь, самая не худшая ситуация, она интересная, я сейчас ее вспоминаю, да? Ну, того непонимания даже не было, понимаешь? Ну, естественно, я их очень быстро потерял. И когда я к ментору что готовился запускать свой феропоток, я провел прямой эфир и честно признался, ребят, я много вложил денег в свое самообразование. Я посчитал, что мои инвестиции порядка 5 миллионов долларов. Это столько денег я потерял, делая не то, что надо. Поэтому я знаю, как надо сделать то, что действительно дает вам радость, здоровье и счастье. Если вас это устраивает, что вас приведет к изобилию, приведет к самореализации, к энергетике и к тому, чтобы вы решили там те задачи, которые у вас есть. Я прошел определенный путь, я понимаю, как по шагам надо двигаться, да, какие скрипты проработать у себя для того, чтобы открыть поток изобилия, открыть поток своего совершенства и кайфовать от этого процесса. Поэтому, если вам это нужно, приходите на менторство с удовольствием. А если есть вопросы по институту, можете их директ задать, тогда уже помощники в планном порядке ответят. Еще какой-то вопрос. Хочется все время людям помогать, отвечать, разговаривать, слушать. Где брать энергию для учебы и работы? Одно и скучно, одиноко, но от людей усталость. А нужно много отдавать людям спасибо. Ответить на вас вопрос, я не буду завершать. Вопрос очень такой, как правильно сказать, он у многих такой же есть. Я много людей знаю, которые с этим же вопросом. Опять же, все упирается в одно и то же. То, что вам нужно для начала полюбить себя и полюбить находиться самим с собой. То есть, тот момент, когда вам одной скучно, это означает, что вы не видите всю глубину вашего мира, всю глубину вашей личности, всю глубину вообще тех событий, которые вы пережили и благодарность тому, что происходило с вами до сегодня. А тот момент, что вы устаете от людей, ну как, если вы устаете от себя одной, конечно же, от людей вы еще больше устаете. Потому что эти люди тоже, они своими историями, своим внутренним миром. И, скорее всего, за счет того, что вы не видите глубину внутреннего мира и себя, вы не можете это разглядеть в тех людях, которые рядом с вами. То есть, каждый человек с вами рядом – это бесконечный поток энергии. И это очень надо, потрясающая вещь, я в себе открыл, я точно, например, делился, Артем, с вами о том, что я осознал о том, что даже самые токсичные люди, которые со мной общаются, они с моей энергией ничего не могут сделать. Потому что у меня это просто поток, который через меня проходит и выходит насквозь. То есть, у меня нет такого, чтобы я что-то саккумулировал, так зажал в себе, такой держу, и тут кто-то мне взял, все высосал и я просто шел. Такого в моей жизни уже последних точно года-два точно нет. У меня вот есть то, что даже самые токсичные люди, это все как, не знаю, просто прогоняется через меток и наоборот еще больше сил становится. Я такой, ну, все, спасибо, очень рад. То есть, люди после этого, они даже ошеломлены, они не знают, что со мной сделать, как на меня повлиять, попытки их манипуляции. Как-то тебе порчу навести или обмануть тебя и так далее. Да, 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 у меня был недавно, я тоже делился, очень неэкологичный человек попал в мой мир. И люди, которые даже рядом со мной слышали просто его общение, они потом сидели такие и полчаса не могли говорить. А мне наоборот. Я такой, он мне звонит, обычно очень рано мне было звонить, очень много мата было. А я всегда такой, ой, я вас стараюсь слышать. Да, все решим, все нормально. Он что-то говорит там на своем, там очень громко, телефон подальше, чтобы неудобно слушать. Я возвращаюсь, опять с ним общаюсь и просто, честно говоря, он об меня разбился. Вот, просто спустя там месяцев четыре у него очень высокая должность, в определенных структурах. Он просто все, он уже, да, уже мне звонит, уже нормально общается, уже все, мы уже решаем нормальные дела. Но первые четыре месяца было такого прессинга. И как он не удался, оказывается, все решилось самим собой. А не удался только потому, что я не чувствовал никакого национального вот этого сильного отклика. Просто имеется, просто как с гуся вода проходило, так насквозь. Я наоборот только почувствовал какие-то даже, перезарядку от подобного общения неожиданно. Потому что вот это все он меня высасывал, а у меня моментально откуда-то входило заново. Это вот с точки зрения энергии. Хорошо, Женя, классный пример. И твой опыт, он еще раз говорю, он уникальный в том, что его можно применять в различных областях. Еще раз говорю, ты архитектор, ты человек, который не был знаком с психологией и не шел этим путем, тебя не волновали клиенты, у тебя, вернее, были клиенты в твоей области, но ты не думал, что этот можно увеличить. И сейчас, говорю, мощный скачок и в цене, и в ценности жизни, и в понимании, и в философии, и в окружении. И ты видишь, что впереди огромный океан возможностей, в который хочется дальше погружаться, дальше делать свое дело и получать вот это удовольствие. Поэтому очень здорово. И вот это впечатление, которое ты сегодня всем показал и дал, очень приятно, что мне удалось как-то соприкоснуться с этим, чтобы тебя это больше и больше раскрывало. Я тебя благодарю, я желаю тебе удачи. Скоро приеду в Россию, мы там обязательно встретимся, что-нибудь новое придумаем и, соответственно, приятно проведем время. Поэтому, друзья, еще раз всем большое спасибо, кто слушал наш эфир и также всех благодарю, кто будет его смотреть в записи. Женя, я сейчас его сохраню и тебя сделаю с уведущим, если у тебя новая опция, то ли он появится в твоей ленте, то ли еще что-то такое произойдет. Я не знаю, оказывается, новая такая опция появилась, я не знал до этого. Поэтому, собственно, так. Если, друзья, у кого какие-то вопросы с Евгением не будут, вы всегда можете по ссылке перейти и ему там директ подписать, он с удовольствием общается с людьми. Никому не отказывают в этом вопросе. Хотел тоже в завершении эфира сказать одну очень интересную мудрость, то, что маленькие деньги зарабатываются сложным трудом. Большие, легкие. Это надо всегда знать, когда вы начинаете любое дело. Вот я тоже, Актом был бесконечно рад видеть, тоже скучаю, тоже уже думаю, может быть, правда присмотреть домик на Мадене рядышком. Мадера, ну, слушай, тут очень сильная застройка идет. Мы только приехали сюда, сразу тут вот активность. У нас всегда так. В нашем поселке у нас один из первых домов тут же все начинает расцветать. И здесь то же самое. Кстати, по-моему, пара участков продает по-соседству. Ну, вот, да, да, я помню, мы по WhatsApp поболтали, когда, вот, тоже уже Алене сказал, говорю, Ален, ты как? Ну, надо сначала посмотреть. Вот сейчас, наверное, чуть-чуть подрастет. Правильная мысль, как мудрая женщина. Сначала надо «Я хочу увидеть», а потом «Принять решение». Женщина лишь глазами себя воспринимает. Хорошо, друзья мои, всех благодарю. Жень, еще раз тебе огромное спасибо и до скорых встреч. Всем пока-пока. Все, ребята, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok